Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один единственный стих, чтобы сконцентрировать свое внимание на уже, дай Бог, знакомом и неоднократно даже осмысленном тексте священного писания, какого-то знаменитого места, но на тех деталях, которые могут ускользнуть, ускользнуть за полетом нашей мысли, которые вот это божественное откровение пытается охватить. Сегодня я бы хотел прочитать стих из очень известного исцеления Господу. Это, то есть, не притча, это реальная ситуация, реальный разговор, реальные люди. И поэтому тут кажется, ну, может, и символическое толкование не так нужно, нет, и символическое толкование нужно, но, тем не менее, и к реалиям жизни конкретных людей тоже нужно присмотреться, потому что порой нам кажется, вот до притчи как-то это слишком символично, а где же нам живой пример? Так вот этот живой пример. Исцеление десяти прокаженных. Но возьмем лишь один стих. Откроем Евангелие от Луки, 17 главу, и прочтем 14 стих. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Это центральный момент, самый радостный, самый приятный для нас, потому что тут чудо происходит, очищают. Господь, то есть, их благословляет, и они очищаются от проказа. Это надо понимать, это проказа заразная болезнь, которая не только не имела нормальных лечебных каких-то средств, и люди могли только своим иммунитетом когда-то победить эту болезнь, но она оставила человека вне общества. Он не мог приближаться, он должен был носить колокольчики на одежде. Господь, чем необычно это исцеление? Вот как раз в этом стихе об этом и говорится, потому что Господь не берет их, не исцеляет. А просто говорит, идите, покажитесь священникам, настоящим священнослужителям, по всем ветхозаветным канонам поставленным, и им надо показаться. Если мы откроем закон Моисеев ветхозаветный, то и там мы увидим, что Господь просто призывает их исполнить ветхозаветное предписание. Потому что если прокаженный считает, что он уже достиг исцеления, что трупы отступили, что он не представляет опасности такой эпидемиологической для окружающих, то он должен идти к священнику, священник его осматривает. Там всякие различные омовения, различные совершаются тоже ритуалы, проверки, жертву Богу в конце концов приносятся. То есть Господь, по сути, говорит, просто исполните ветхозаветные предписания. И они направляются эти предписания делать, и вот они еще их не исполнили, а чудо произошло. Как мы знаем потом, что вот остался только один, он был саморянин, и тоже почему же они не пришли, не поблагодарили. А почему не поблагодарили? Ответ тоже в этом стихе и сохраняется, потому что люди прокаженные, они стремились выполнить правила, о которых им подсказали и напомнили. Очень часто люди, когда начинают и делают шаги в церковной жизни, первое, они считают, вот самое главное, это вычитать какие-то молитвы. Какая-то проблема, такую-то молитву. Нет проблемы просто утром и вечером что-то прочитать. Раз, ну, к причастию готовишься тоже, там, последования, каноны, акафисты. Вот, в общем, везде-везде что-то ты должен, есть какое-то правило. Да, там человек неуверенный заходит в храм, он тоже думает, а как же мне сейчас вот вести себя, как перекреститься, как там к иконам подходить, что там надо, записки какие-то писать, а на исповедь как идти, что там делать. То есть человек неуверен. И наоборот, более страшная ситуация, что человек, наоборот, крайне себе уверен, он считает, что он правила знает. Это, не дай бог, он кого-то этому учит. Оно уже плохо, даже если этот человек себя убедил. Я знаю правила церковные, я по ним поступаю. Худшая ситуация, это действительно, когда начинают учить ближнего, все знают, все слышали, как невоцерковленные друзья говорят, ой, я пришел, там бабушка мне сказала, не так я свечку ставлю. Да, там или пришла девушка, и бабушка сказала, а что это ты там без платка или там в штанах, а не в юбке. Ну, то есть тоже люди, которые стремятся правила какие-то установить, не только для себя, но и для ближнего. Но тут, ладно, можно всегда предложить, ну, бабушки безграмотные, там уже жизнь тяжелая, время старости, оно тяжелое для души. Однако, может быть, проблема, что и священник, и священник тоже тебе пришел к нему человек, он говорит, так, все, стал христианином, давай, вычитывай вот такие-то каноны, такие-то акафисты, согрешил что-то, вот тебе пятим я, давай, клади столько-то поклонов, тоже вот там что-то отрабатывай молитвы. Человек может на первом горении сердца, он и в силах это превознести, превозмочь, сможет это выполнить, и для него это не станет препятствием на пути Богу, да, для половины станет, а кто-то очень усердно это преодолеет. Однако проблема в том, что сейчас мы видим, как люди, которые воцерковились в 90-е годы, уже стали исповедоваться, причащаться, как они из церкви уходят. Не потому, что их кто-то обидел, не потому, что там какие-то информационные поводы, а просто потому, что немножко вот перегорели, надоело, потому что духовная жизнь превратилась в исполнение правил, которые прописаны и не прописаны. И более того, что где ты можешь помимо этих правил найти Христа, и там, увы, становится препятствием священник, который тебе говорит, ты должен вот это выполнить, ты должен это отчитать, да, мне вот поступает в интернете много достаточно вопросов, вот что, как нужно вычитать что-то, как нужно прочитать, как вот мне батюшка сказал, у меня такой-то грех тоже там надо каждый день читать, а я уже там не могу, это действительно меня к Богу приближает, а душа-то внутри говорит. Душа, христианка внутри человека подсказывает, это не то, что Богу нужно. Вот эти все правила предписания, они могут лишь навредить. Вот этот стих, он показывает, что единственный человек, который этих правил предписаний толком не знал, самарянин, для него хождение в Иерусалимский храм не было нормой. Самаряне, они хоть и хранили часть иудейских традиций ветхозаветных, но с изменениями, с отклонениями, вспоминаем, как Господь беседовал с самарянкой, и самарянка, она воду подавала Господа и спрашивала, а где нам надо, в Иерусалим ходить молиться или на Горесии ходить молиться? Не, ну самое главное, что самарянин, у него из-за того, что не было такой зацикленности на этих правилах, на том, что как надо там исполнить, он сделал то, что должен сделать любой благодарный человек. Он не знал, что перед ним Мессия, что перед ним Христос, Царь мира, Господь. Он, может, думал, что это просто какой-то пророк, как там святой человек, который чудеса какие-то может совершать. И он его получил чудо не сразу, потому что Господь специально проверяет, не дает им исцеление сразу, так бы все, может, сразу поблагодарили, а дает силы для исцеления, и что исцеление чуть позже происходит. И тогда этот человек единственный, кто смог прислушаться к своей душе и не имея зацикленности на правилах, Господу искренне отреагировать, искренне его поблагодарить. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вдруг кому из вас даются молиться с трудом, и ты не хочешь молиться, а молишь и через «не могу», это не значит, что надо от молитвы отказываться. Это точно так же, как если бы, например, этот самарянин из притчи, он по дороге бы очистился, и он бы не пошел ни в русалинский храм, ни Христа благодарить. А надо прислушаться к этому внутреннему голосу. И те раз песнопение какое-то у тебя напивается в голове, ну возьми его, открой, ты не знаешь даже текст, в интернете нашел молитвословие где-то, берешь и молишься. Да, охота раз в тишине как-то сердце Иисусова молитву почитать. Псалтирь тебя вдохновляет, псалтирь читает. Кто-то тебе скажет, что, о, псалтирь, там надо по усопшим читать. Чепуха это все. Если ты хочешь словом Божьим помолиться, кто тебе в силах остановить? Да, ты там идешь со своими сомнениями, и тебе священник, наоборот, припечатывает и говорит тоже. Ой, нет, такое-то, такое-то правило. Надо помнить. Господь вот в Евангелии, который мы держим, Он нигде не говорит вот такое-то правило, правило молитвенное. Даже один единственный образец молитвы у нас есть, Отче наш. Это не значит, что им только надо ограничиваться, но Господь показывает просто образец, пример, и это отнюдь молитва не на 10 страниц. Это несколько предложений, которые ты искренне Господу и говоришь. Другое дело, что надо иметь желание с Господом беседовать, потому что можно услышать, ой, батюшка такой хороший, добрый, он взял, отменил правило, не надо с Богом молиться, общаться через молитву. Ни в коем случае. Здесь саморянин же возвращается и с Богом общается, общается с ним. И ему просто этому общению не мешает правило. Поэтому, конечно, если у тебя совсем в сердце нет точки опоры, то хотя бы уж правило прочти. То есть не надо отказываться от того, что работает. Но если не работает, то благодарность Господу можно приносить иначе, приносить своими словами. Тоже в этом стихе бы на что следует обратить внимание, что когда они шли, очистились. Здесь уже другая тема, которая тоже вроде не касается первой части нашего обсуждения, толкования, но тоже она очень немаловажна. Иногда люди просят, молятся у Господа, Господь меняет их жизни. Люди еще этого не заметили. Изменения носят долгосрочный эффект. И поэтому люди разочаровываются. Они, может, от Бога не отрекаются, не машут рукой, но уже сатана закрался в сердце и клевещет на Бога. Вот, Бог не слышит твои молитвы. А Бог услышал и сделал. Точно так же, как ты, конечно, взял человек, болеет тяжело, ему делать операцию полостную. То есть скрыли, вмешались в работу внутренних органов, шов положили, и человек проснулся после операции, он чувствует себя плохо. У него болит, у него болит шов, у него болят внутренние органы, у него слабость, у него там температура, может, там сильная быть, все это сбивалось. И что ему кажется, операция она к дурному чему-то привела? Нет. Операция, наоборот, она начинает действовать. Там вредная опухоль удалена, вырезана, и ты постепенно восстанавливаешься и получаешь силы. Точно так же и здесь Господь, Он касается нашей души, по нашей молитве, по нашему стремлению к Нему, по чтению Евангелия. И в том числе может коснуться и нашего тела, и наших болезней, и нашей какой-то обычной земной ситуации. И уже она начинает меняться. А мы, мы не видим, мы не видим, что Господь ее поменял. Мы не начинаем его благодарить, а думаем, ой, нет, Господь отвернулся. Может, надо, правда, еще что-то, какую-то там молитву прочесть, какой-то вот, каким-то мощам особым съездить, еще что-то. Нет, уже надо все, прославлять Господа. Потому что раз ты пришел к Господу и чувствуешь, ой, я пришел к Господу, поисповедался, а совесть-то все равно болит. Так и хорошо, что болит. Раз болит, значит, она жива. Поэтому вот как была жива душа вот этого человека, который по дороге очистился и вернулся к Христу, так и мы тоже, Господь нас постепенно исцеляет. Еще тоже один момент, тоже по этому пути, исцеляемся во время пути. Помним, что путь истинной жизни Господь в Евангелии от Иоанна называет самого себя. Поэтому мы идем по пути Христа, по пути спасения. В этом смысле то, что вот мы очищаемся по ходу, очень важно. Человек думает, я пришел в церковь, я буду безгрешен? Нет. Или человек наоборот, вот тоже недавно один человек меня спрашивал, некрещенный говорит, ну я ж не перестану грешить, я не чувствую себе, что я вот как-то все это снимется. И более того, я вижу, как вокруг крещенные люди грешат. Зачем мне это крещение? Может, и он это не праздный интерес, он не что бы поспорить ему. Правда, этот вопрос волновал? И вот в этом стихе содержится ответ на этот вопрос. Потому что, если ты берешь и идешь за Христом, то ты очищаешься во время пути, исполняя просто некоторое послушание к Богу. Ты уже живешь церковной жизнью, это не значит, что ты сразу стал чист, а ты очищаешься. Да, благодать крещения умывает от всех грехов, но тоже страсти нам эти грехи возвращают, но мы вновь и вновь в покаянии берем и с ними расстаемся, сжигаем их огнем божества, приобщаясь к святых христовых тайн. И таким образом приближаемся ко Христу и Богу нашему. И Господь, еще, вернемся с самого начала стиха, Господь берет и, увидев их, посылает их к священникам. И мы уже вначале поговорили, что священники, может, и не нужные им в данном случае были, и каким-то правилам они их только загрузят. Но, тем не менее, Господь посылает к священникам. Поэтому, даже если батюшка или грубый, или там, наоборот, чересчур потакает каким-то человеческим страстям, или формалист, неважно, неважно, это нас не должно остановить. Господь нас замечает и говорит, ваша душа поражена проказой греха. Да, идите, идите, я не изобретаю для вас каких-то особых путей, не думайте, что вот вы как-то без церкви обойдетесь. Выйдите к тем же самым грешным священникам, покажите им, покайтесь в своих грехах, возьмите, омойте проказу со своей души. И потом уже, после исповеди, у такого же священника грешного, который так же грешен, как и ты, а, возможно, даже еще в два раза больше грешнее, а спрос будет еще больше, потому что со священников спрос всегда особый, потому что кому больше дано, больше спросится. Через покаяние у такого даже несовершенного священника ты получаешь настоящую чистоту, ты даже вот в этом направлении, когда движешься, уже выполняешь волю Христову, и после этого ты можешь чистым сердцем, свободно от проказа греха, благодарить Господа, даже если священник не спасется, потому что священник не стоит между тобой и Христом, а священник, он может просто стать той ступенечкой, на которой ты обопрешься, и это будет точка такая, чтобы прийти и прославить Бога. Субтитры подогнал «Симон»